Санитарные гели, антисептики, хлорамин, чем мы обрабатываем наш подвижной состав. То есть все то же самое, что представлено здесь, находится у нас в оставшихся трамвайных и троллейбусных депо. В ближайшее время горожане увидят нашу работу и увидят чистый подвижной состав. Поэтому все есть, всем полностью обеспечено, никаких проблем нет, только вперед засучив рукава. Склад муниципального предприятия ТТУ сейчас больше напоминает магазин промтоваров. Его заполнили моющими средствами, порошками и антисептиками. А это значит, что настало время наводить чистоту. Весь подвижной состав сейчас приводят в порядок после зимы. Объем работы большой, колоссальный. Поэтому вчера дополнительно привезли все необходимое для мойки, бытовую химию, различные моющие средства, тряпки. Поэтому сейчас будем полностью-полностью все это отмывать. В городском депо одна из самых современных и удобных моек. Оборудование привезли в Самару в прошлом году из Санкт-Петербурга. Чтобы установка для наружной очистки вагонов функционировала максимально результативно, специалисты МПТТУ усовершенствовали программное обеспечение. Мойка работает по датчикам, что позволяет сделать процесс чистки еще и экономичным. Ноу-хау, что она смогла мыть сцепной состав. Гусеница проходит 1 минуту 30 секунд. Двойной состав где-то около минуты. До этого она была 2-3 минуты мыли. И расход воды был намного больше. Здесь автоматически отключение после выхода вагона с моечной машины. На въездной группе стоят датчики включения чисто водяной основы машины. Дальше тут датчики уже на щеточные установки. Состав вымывается щетками, после чего мойщики вручную наводят чистоту в салоне, очищают от пыли сидения, поручни, двери. Также проводят дезинфекцию. Особое внимание уделяют контактным поверхностям. Партии закупленных моющих и дезинфицирующих средств хватит надолго, говорят на транспортном предприятии. Следующая закупка запланирована в июне. На предприятии запланированы субботники, чтобы провести уборку внутри здания, очистить станки в цехах, навести порядок на территориях депо. Мария Левина, Василий Калдашов. События.